Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. А мы уже тут смеемся. Личное утро. Олег Пек и Евгений Шафранек ведут сегодня программу «Утро» на Болткоме. И вот в личном утре у нас сегодня пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию. Организатор соревнований в Риге Анна Насекина. Здравствуйте, Анна. Доброе утро. Здравствуйте. Мы Анну хотели уже домой отправить. Она не принесла заклепку на нос. А мы все хотели попробовать, каково это, не дышать. Зажим, зажим. Как их только не называют. Зажим. И заклепки, и прищепки. А на самом деле зажим. А без него нельзя? Никак? Но у нас есть только один уникальный случай в синхронном плавании. Это ведь Дженни Дидье, француженка, у которой при рождении не лопнули какие-то там перепонки, которых у всех детей лопаются при рождении. И вот она единственная, может уступать без зажима. Она единственная на фотографиях выглядит. Все остальные все тебе как у кленовых листиков такие. Ну да, это специфика вида спорта, но на самом деле уже сейчас придумывают какие-то силиконовые штуки в нос, чтобы не было видно этого зажима. Но я эту эпоху не достала. Ой, господи, слушай, Ань, сейчас же мужчина стал участвовать в синхронном плавании. Да, да, да. Ну и как оно? Отвоевали уже? Отвоевали уже еще последние. Нет, классно. Мне на самом деле сначала было очень это все странно, как мужчины, мужские ноги из воды. Это вообще все. Ну как, а ты видела? Я мало того, что видела, в Новый год у меня даже был опыт выступления в микс-дуэте. Вот эти единственные мужчины. Нет, их уже много. А их много? Конечно, их уже много. Сначала началось это все в Америке. Вот был такой законодатель Мод Билл Мэй, который выступал еще в цирке Дю Салей. А потом постепенно-постепенно начало развиваться. И в 2015 году мужчины уже вошли в программу мировых чемпионатов. И сейчас уже и мальчиков много на разных первенствах, и юношеских, и юниорских. И во взрослом синхронном плане сейчас мужчины у нас. В французском кино я видел кинокомедию как раз про мужчин, которые были в синхронном плавании. Но это пока еще тема вроде для шуток и для комедий. А тут, оказывается, все, правда, в жизни. Но вообще, на самом деле, я знаю, что очень много спортсменов возмутились. Как это так? Это вот женский вид спорта. Тут на тебе ноги мужские. Ну как они красивые? Расскажи. Есть очень даже симпатичные ноги. И мало того, я скажу, что, ну вот как в фигурном катании же есть, парное катание, да? То есть это получается какой-то танец мужчины и женщины в воде. В синхронном плавании, ну, в принципе, тоже, да, есть, конечно, такие не очень гармоничные, как мне кажется, пары, но есть очень даже такие мужественные молодые люди, которые дополняют своих партнершей, делают отличные поддержки, и все это смотрится очень круто. Олег, у тебя все впереди. Да, я чувствую, что... Смотрел, потому что кастрюльный нужный вид спорта начал принимать мужчину. Просто Олег как раз думал, чем ему заняться. Кстати, вот по поводу вида спорта. Ведь как приходят в синхронный плавание? То есть что должно быть у ребенка, чтобы вот себе... О, это вот... Бассейн дома. Но на самом деле очень много составляющих есть. Там у нас такие критерии есть. И плавучесть, и гибкость. Но я сторонник того, что главное, чтобы у ребенка было желание. Плавучесть. Плавучесть это как? Плавучесть это когда, например, ты ложишься на воду и не тонешь. Есть мумучесть, мумучесть, а есть плавучесть. Мумучесть это хорошо. Но все это зависит от строения кости, потому что бывают, ну там уже это всякие химические составляющие, вот то, что тонет в воде, а бывает то, что лежит. Это действительно приходит в действии. Я просто думаю, что в принципе плоский человек, он как бы способен удержаться на плаву. Да нет, не от этого зависит на самом деле... Толстый и плоский, широкий. Нет, нет, не от этого вообще. Вот что-то внутри организма такое, что позволяет телу держаться на воде. А, к тебе, я думаю. Ну, может быть, но я вот свидетельница того, как дети, многие приходят, некоторые очень-очень стараются, вот у них не получается. Другие вот просто ложатся, им даже делать ничего не надо, они вот просто уже, и вода их поддерживает. А чувство прекрасного, вот это чувство музыки, ритма, такта, у меня всегда вот... Это всё развивается, на самом деле, в процессе тренировок. Здорово, когда это уже заложено, это есть, но это всё можно развить, то, что у нас и проходят занятия по хореографии, и мы много работаем с музыкой, и обучаем там восьмибитным, и там шестибитным, вот этим вот музыкальным размерам. То есть мы этому обучаем детей, и в процессе это уже развивается. Вот, ну, классно, конечно, когда это уже есть. А как вообще люди под водой могут, ну, слышать, ну, то есть музыка вот эта вообще... Да, кстати, хороший вопрос. У нас же есть динамики подводные, вот, такие, сейчас уже масса их всяких разных, тоже началось в Америке, сейчас уже Франция производит активно, и китайцы сейчас сделали классные штуки, которые беспроводные, и просто их закидываешь в воду, и они по блютуз, там, по каким-то специальным системам, сконнекчиваются с системой над водой, и как бы спортсмены слышат и под водой, и над водой. А ведь должна быть, я физику учил, должна быть разница по воздуху... В прохождении звука, да. В прохождении звука и в воде, то есть не будет какого-то рассинхрона, то есть в воде он идёт медленнее, а по воздуху быстрее. Нет, нет, это на самом деле сейчас уже всё как бы соединяется, и они синхронизированы, эти две системы, и в воде, и под водой, и над водой, то есть всё одинаково у нас. А как раньше было, когда вот динамики нельзя было кидать в воду? Вот как люди занимались этим видом спорта? Ну, я так думаю, что я считаю, мы же как дельфины под водой, мы как это, мучим, потому что у нас, ну вот мы передаём друг другу счёт посредством звука с закрытым ртом, то есть мы издаём такие звуки... Ну-ка издаю сейчас такой звук. Классно, это супер. У нас даже телефон упал от вас там. Потрясающе. И это что означает то, что ты сейчас сказала? Ну вот у нас, например, мы договариваемся над водой, что вот сейчас мы делаем там, например, четыре пустых, вот, то есть я вот издаю четыре таких звука, и дальше начинается счёт уже. И дальше как бы спортсмёнки подстраиваются под один ритм. Потому что вся музыка у нас просчитывается, мы никогда не плаваем просто под музыку. Мы её просчитываем всегда в доскональности, каждое движение, каждый счёт. Вот, кстати, это вас роднит с диджеями, потому что раньше, когда диск шёл, я, скажем, убегаю... Простите за нескромный... Убегая в туалет, я понимаю, что у меня через 2 минуты 45 секунд должна закончиться там песня Майкла Джексона. И вот ты идёшь, и её повторяешь про себя, чтобы успеть... Не дай бог там не... Ну да, да, да. Когда вот ты стала чемпионкой мира первый раз? Вот свои ощущения помнишь? Вот, Серия, всё не зря, или ну, наконец-то признали, а я здесь уже должна была 2 года назад победить. Не верила, честно, я была совсем ещё юной девочкой, это был 2007 год, вот, Мельбурн, Австралия. То есть для меня всё это был вообще шок. Во-первых, континент другой, в другой такой... Ну, казалось, что это вообще другая планета. 20 лет, да, или 19? Ой, сейчас уже не вспомню. Сколько мне лет? Смотри, я видела выступление Ани, на самом деле. Мы виделись в Риге, да, и я видела, как они выступают. Это ужасно круто, после чего мы с ней даже общались, потому что мне всё было интересно. Сколько вы можете дыхание задержать? Ну, это самый регулярный такой вопрос. На самом деле, я никогда не считала. У меня единственный был опыт фридайвинга, вот, где конкретно люди, как бы, считают, насколько они задержат дыхание. Потому что в нашем виде спорта мы не считаем. У нас идёт работа очень динамичная, и в процессе этой работы кислород, он мышцами же потребляется. То есть если 30 секунд в динамичной работе ты задержишь дыхание, это равносильно тому, что 2 минуты будешь сидеть просто. Но вот когда в фридайвинге я ныряла, у меня был рекорд 4 минуты. 4 минуты без воздуха. Да, но это фридайвинг, там, социально настраиваясь. А мозг не начинает отмирать от нехватки кислорода? Нет, на самом деле, фридайвинг – очень крутая штука, мозг начинает вообще вот так расслабляться, и вот такие ощущения, как будто ты там вообще где-то в космосе находишься. Ну, это прям много... Ну, знаешь, как обычно, знаешь, как в фильмах показывают, да, тренируют морских котиков, такой папа с часами обязательно, да, с такими, понимаешь? И сын, который там в воде лежит, и вот там часы, он по часам засекает время, ну, и потом спустя, конечно, годы этот мальчик с этими часами добиваются спасать планету. Но это может быть фильм. Вы тренируетесь так, чтобы с часами кто-то стоял? Мы тренируемся, тренируем проплывы под водой, то есть у нас бывает, допустим, там проплыть под водой 50 метров без доха, там, 75, вот такие вот задания бывают. Ну, так, чтобы с часами там, и мы сидели под водой, такого нету. Ну, бассейн – это очень холодно. Вот я, например, не ходила в бассейн, потому что там все время холодно. Так надо двигаться. Ты знаешь ощущение, ты надеваешь на себя вот этот вот купальник весь такой бледный зимой, выглядишь плохо, выходишь, а там еще и холодно. И ты как лягушка стоишь и думаешь, зачем я сюда пришла? Ты такой беззащитный в этот момент. У тебя из одежды только мурашки. Так поэтому и кучкуются люди там вместе. Вместе они все холодно. Все просто, что мама не отключилась тогда, когда люди замерзли в бассейне и собрались все вместе. Почему ты занимаешься этим так? А зимой как? Это волосы вот эти сушить. Ну, это образ жизни. Это когда вот в 5 лет уже в это все попадаешь, начинаешь что-то получаться, и получаешь от этого кайф, уже все, уже невозможно представить даже без этого жизнь. И тем более, ну да, у нас холодные зимы и волосы вот эти вот мокрые. Ну, ничего, как-то приспосабливаемся и сушим. Но это вот опять же, это вырабатывает характер определенный. Вот что, например, многим людям не хочется делать, мы вот так вот легко, у нас вот идет это преодоление у всех спортсменов. То есть мы можем сказать, вот надо и все, пошли, сделали. Это касается всего? Вообще абсолютно всего. Конечно, спорт, вот там всем родителям я всегда говорю, что очень помогает деткам в жизни, потому что, ну, это совершенно другое, ну, как отношение вообще ко всему. То есть есть вот эта вот определенная закалка, и вот момент того, что вот как бы надо, надо, значит надо. Ты знаешь, в какой-то момент всегда обычный вид спорта, и там в том числе любительский, достигает той границы, когда нужно выбирать. Либо это будет профессия, и мы уже занимаемся этим профессионально, либо мы уходим из этого вида спорта и оставляем там два раза в неделю для себя условно. Вот во сколько лет у тебя произошел этот переломный момент, и как пришло это решение к тому, что все-таки, да, это, наверное, будет моей профессией? Ой, у меня все время было такое на грани состояние, потому что, как у всех, наверное, детей и подростков, в 13-15 лет начинается вот этот вот кризис, когда вообще ничего не охота, охота гулять, и вообще, что вы ко мне пристали с этим бассейном, вот, это у всех. А тебя родители гоняли, заставляли, или ты сама себе? Ну, мне, наверное, больше настоял тренер, вот, как-то вот этот вот момент сыграл, потому что я тоже, у меня было какое-то неудачное соревнование, я думаю, ну, все, как бы, пойду там учиться, еще что-нибудь делать, не буду больше заниматься, и вот потом, как, ну, тренер помог мне все-таки вернуться. А потом у меня все время было учеба-спорт, учеба-спорт, и я все время думала, что, ну, вот, не получится в спорте, пойду учиться, и вот так до последнего момента я уже поступила на журфак МГУ в Москве, и думаю, ну, все, заканчивай, юниорская сборная закончилась, мы выиграли юниорский чемпионат мира, и тут вот так случилось, что в национальной команде уже взрослая, освободилась место, одна девочка не смогла на сбор поехать, меня пригласили на этот сбор, и все, и я вернулась уже, как бы, в составе, и уже совмещала журфак МГУ и национальный сбор. А ты закончила в итоге? Да, закончила, причем еще дневное отделение, меня, конечно, видели там очень редко, очень редко, но у меня были потрясающие одногруппники, которые просто писали за меня какие-то лекции, сдавали зачеты, они меня там очень любили. Вот сейчас, наверное, сейчас, бедно МГУ, где-то занервничал ректор МГУ, да? Да, Иосиф Николаевич Засурский, он до сих пор там еще у нас, ну, является президентом. Это не тот, который уже умницу ведет? Нет. Совмещено всех этих умных путей. Ну, хорошо, но почему ты не пошла по профессии? Я пошла, у меня был период недолгий, когда я работала в газете «Советский спорт», и на радио «Комсомольской прады» работала, и даже телевидение чуть-чуть зацепило, вот, но вот как-то вот так вот складывалось все время, что у меня дорога возвращала обратно в синхронное плавание. И я сначала сопротивлялась, говорила, все, не хочу, потому что когда я ушла и вообще выкинула все купальники, думаю, все, никогда в жизни я больше не зайду ни в какой бассейн. А сколько вообще должно быть купальников спортсмена? Ой, у меня огромное количество, там коробки три дома, наверное. А почему? Зачем их так много? Ну, вот это вот, ну как, вот если чем-то занимаешься, хочется же все время какие-то новинки, что-то покупаешь, и я все время себя торможу, но мне не надо больше покупать, и все равно я в магазин и вкупаю какой-нибудь. Надо было не выбрасывать, надо было продать, купить шубу. Вообще, где бизнес-жилка? То есть три коробки купальников, причем чемпионки, можно было на акции. А есть такое, что нужно обязательно в каком-то новом купальном костюме появляться на соревнованиях? Да, что два раза в одном это уже нельзя. В одном купальном нельзя, да. Нет, у нас вообще как бы стандарт, программа живет два года у каждого спортсмена, то есть два года спокойно можно уступать в одном купальнике. Вот, еще существует такая преемственность поколений, иногда там старшие девочки передают купальники младшим, вот, то есть это нормально. Но сейчас очень большая мода во всех этих купальниках, они стоят там чуть ли не до, ой, я даже не знаю, до тысячи евро, мне кажется. Какой это самый дорогой, расскажи. Сколько он стоил? Ну, в сборной, в сборной нам сшили купальники, вот мне кажется, они вот так по тысячу евро, по тысячу долларов, может быть, стоили. Это материалы, они с подогревом, я не знаю. Сваровский кристалл, чтобы это все блестело, красиво, потому что... Ламборгини для пловца. Потому что именно Сваровский, они вот дают такой блеск, который другие кристаллы не дают. Ну, так это, чтобы эффект... А можно в таком купальнике, например, выходить просто на пляж, или страшно вот что? Ну, дай бог. Просто раз, отвернулась, повернулась уже без купальника, тогда человек убегает такой, да? То есть, как это происходит? Нет, я не видела, конечно, такого чуда. А ты распознаешь, например, выходишь на пляж и думаешь, господи, ну, куда она вот в рабочем купальнике вышла? Нет, я не знаю, мне кажется, если вы придете к нам на соревнования, у нас, кстати, вот сейчас третьего, даже нет, завтра четвертого открытия будет соревнование по синхронному плану, сразу увидите. Где? Кейзермерш, бассейн в Риме. В Межипарке, да. Да, Межипарк, вот. И там у нас пройдут международные первые соревнования, у нас прекрасный вообще состав, ну, безусловно, Латвия принимает участие, много команд из России, которые, ну, законодальницы мод вообще в этом виде спорта, и приедет у нас даже команда из Питера, Невская волна, которая одна из лучших сейчас и в России, и в мире, то есть, есть на что посмотреть. Мужчины будут? Мужчин, к сожалению, нет. Мужчины будут на трибунах смотреть. Да, так что надо сразу прорекламировать, потому что, если вот, например, сидит сейчас мужчина, думает, чем ему заняться завтра? На красивые женские ноги посмотреть. И в какой-то веке это можно делать открыто. И на купальнике. Без всякого тебя херасмонта, понимаешь? И даже в ход свободный. И в ход свободный. А, в ход свободный? В ход свободный, да. Это же круто, можно прийти всей семьей и посмотреть. Пожалуйста, да. И там как раз Межипарки отличные, ну, возможности погулять и посмотреть соревнования. А во сколько начинается это? У нас четыре часа открытия, вот, и потом выступление групп будет. Я просто, ну, знаю, например, свою старшую дочь, понимаешь, она сейчас придет и скажет, все, я хочу заниматься этим, и я потом буду думать. Мама, тысяча, нам нужна тысяча евро на купальнике. Да, нам нужна тысяча евро на купальнике. Пристала Сваровский бассейн дома. Я вот как раз думала, вот куда вложить лишние полмиллиона, вот теперь я знаю, куда. Слушай, вот сколько, сколько времени занимает программа, вообще разработка этой программы, тренировка, вот пока вы ее доводите до уже вот такого финишной прямой. И сколько времени она длится, вот длительность программы? Ну, например, там фигурнисты, там, три минуты выступают. Да, то же самое, три минуты зависит только от возраста. Если помладше у них там три, постарше три тридцать, ну, от возраста вот увеличивается продолжительность. Вот. И, ну, что касается отработки, например, ну, как у меня уже рука набита, я в течение недели ставлю вот эту программу, то есть делаю постановку. А дальше уже отработка, она занимает, ну, два-три месяца, вот так вот. Именно вот, чтобы в синхронности. Да, да, да. У меня как-то задали вопрос, у меня дочка занималась фигурным катанием, и у них программа три минуты, ну, более-менее стандартная на соревнованиях программа три минуты. И мне задают вопрос, почему фигуристы выступают три минуты, и видно их показывают на сцене, где они там после, точнее, да, уже за сценой, они там тяжело дышат такие, все уставшие, а там хоккеисты выступают, ну, играют, да, там час дольше, и все равно играют. И при этом, ну, у них примерно одинаковая усталость. Вот вы тоже выступаете три минуты. Почему так устает человек? За три минуты. За три минуты, да. Ну, потому что это разные виды спорта. У нас, например, сложно-координационный, значит, фигурное, не знаю, по-моему, тоже сложно-координационный, а хоккей – это игровой вид спорта. Игровики, у них вообще по-другому. Нагрузка распределяется, внимание, то есть у нас за эти три минуты полностью, стопроцентно вообще весь запас своей энергии, сил, эмоций, все вот это надо отдать за три минуты, то есть выложиться на максимум. А хоккеисты, они распределяют, во-первых, они же меняются там постоянно, и у них есть распределение вот этой нагрузки, то есть они там в первые три минуты не будут как сумасшедшие сразу там бежать, кидать, то есть они постепенно-постепенно присматриваются, и у них вот идет вот этот процесс. То есть именно за счет того, что вы выкладываетесь в том числе, то есть у вас в голове программа, ритм, плюс все мышцы работают, вот за счет этого вы устаете, ну, в принципе... Сопротивление воды, опять-таки, да. Конечно, конечно, да. Ну, плюс вот как, ну, выкладываешься просто. Есть, можно пробежать 50-метровку там в среднем темпе, или там бежать километр, да, это вот равносильно, и пробежать 50-метровку. Ну, то есть марафонисты и... Они же, в принципе, тоже одинаково, ну, не то, что одинаково, но уровень усталости, я думаю, что примерно одинаковый у всех. Просто это разная нагрузка. Тут как бы взрывная идет нагрузка, а тут она уже такая вот более стаэрская, то есть распределение идет. Ну, что же, у нас, наверное, сейчас как раз время для небольшой паузы. Я напомню, что в программе «Личное утро» пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию, организатор соревнований в РИИ, а эти соревнования завтра, 4 мая, в 16 часовке из Армешсе, Анна Насекина. Мы продолжим буквально через минуту. Продолжается программа «Личное утро» на «Болткоме», и сегодня у нас в студии Анна Насекина, пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию. И вот, кстати, о соревнованиях завтра, 4 мая, в Кейзер Мешсе. Да, давай я, наверное, скажу, потому что это уже от меня была инициатива. Я тут сказала, что мужчины приходили на ноги, смотрели. Нет, мужчины, не ходите смотреть на ноги, то есть выходите смотреть на соревнования, потому что это соревнования в юниорске, это будут выступать девочки 12 лет и меньше. То есть, в принципе, классно прийти с семьей и показать вообще детям, что такой вид спорта существует. А это очень красивый и ритмичный, такой динамичный вид спорта. Вот я, например, с своими детьми обязательно пойду. Мне кажется, что познакомиться и увидеть это не по телевизору, это, ну, это на самом деле дорогого стоит. А это недорого стоит, это бесплатно. Это бесплатно, абсолютно. То есть вот такая игра у нас получилась. Мы даже удивились, почему бесплатно? То есть, вы знаете, есть же такое даже выражение, что то, что бесплатно даже, ну, вот люди не ценят, что для них организуют прямо бесплатно. Да вот европейский образ мышления, понимаете? У нас так не думает никто. У нас как-то уже привыкли, что на детские соревнования всегда все ходят бесплатно смотреть. Вот, но я хочу еще отметить, что здорово, что это вообще впервые в Латвии проходит, потому что этот вид спорта родился здесь в 2017 году. То есть местный спортсмен тренируется всего два года. Вот, я им, конечно, пытаюсь активно помогать, но они, я считаю, за два года прям вообще горы свернули. И огромная благодарность тренеру, которая здесь взялась за это дело, это Наталья Брока. Она сама тренер по плаванию, но вот прошла обучение и вот переквалифицировалась тренера по синхронному плаванию. И вот пытается, и мне кажется, у нее здорово получается создать здесь команду по синхронному плаванию. Я где-то читал вообще, что могут быть такие удивительные вещи, что тренер по синхронному плаванию может вообще не уметь плавать. Да, у нас тренер национальной сборной Татьяна Николаевна Покровская, она не то, что не умеет, она не очень хорошо плавает. Вот, то есть для того, чтобы быть тренером, главное иметь видение правильно. Я художник, я так люблю. А можно прийти и попробовать тренировать? Взять, вот прийти в нашу, у нас, как это, сборная называется у нас? Прийти и сказать, вот я два часа буду вашим тренером. И вообще попробовать что-то такое. Надо обучиться. Есть специальный коучинг-клиник, где проходишь... А, коучинг, где проходит прокачка. Ну да, но надо обязательно там получить определенную категорию, пройти курсы спасения на воде, там, спасение утопающих. То есть это все надо уметь, оказание первой помощи. А если тренер не умеет плавать, то ему утопающие умеются остальные спортсмены, а там дальше он уже действует по мануалу, да? Понятно. Он срочно выдергивает затычку из бассейна. Конечно, так вот. Тренер, который с маленькими детьми работает, должен уметь плавать обязательно, потому что уже, ну, разные случаи у нас бывают, там, иногда и нырять приходится. Неужели в синхронном плавании нырять? Приходят с тренера, да. Ну, приходят иногда, знаете, такие смелые пятилетки, которых спрашивают, плавать умеешь? Умею. И вот она прыгает на середину бассейна. И ты понимаешь, что она не умеет плавать. Но была уверена. Да, была уверена. А страх вообще, вот как, если вот у ребенка потенциально, ну, талантливого, но есть страх вот перед водой. Да, да, это очень часто тоже. Ну, вот так вот стоим у бортика, держим где-то месяц за руку, ее там объясняем, как воду дуть, лицо опустить. И вот, как правило, ну, вот месяц, за месяц они преодолевают, уже плывут. Бывают с диким страхом дети, они прямо даже ногу не могут бассейна. А вот почему родители отдают детей, например, в бассейн, зная, что у ребенка страх? Ну, многие родители будут, наоборот, чрезмерно опекать и держать как можно дальше. Это же ОБЖ, понимаешь? Это же основа безопасности и жизнедеятельности. А вдруг потоп? А вдруг еще что-то плавать надо уметь? А мы тем более практически у моря живем, нам действительно... Да, ну, понимаешь, но с другой стороны, вот, например, родитель отдает ребенка, да, приходит он через 2-3 недели, все остальные уже ноги вверх тянут, а его околобортик. Он не говорит, что же вы так преподаете, что мы околобортик. Не, ну, разные бывают родители, но мы просто объясняем, что ничего страшного. Некоторым детям, вот, объясняешь, они делают сразу, а некоторым больше времени требуется. И это совершенно не значит, что через 5 лет этот ребенок будет хуже выступать, чем ребенок, который сразу там ухватил информацию. Просто у всех по-разному усваивается. Просто еще хотела добавить, что как раз про основу безопасности и жизнедеятельности. Я работала в Индонезии 2 года, и, ну, это же островное государство, два океана там везде вокруг. Что ты там делала? Я там тренировала сборную национальную. В Индонезии? Да, да. Вот, и я думала, что там все умеют плавать. Я была поражена, что вообще 80% населения, они дико боятся воды и вообще считают, что в океане живут дьяволы, всякие там разные страшные боги, и вообще туда подходить нельзя. И только одна белая молодежь, психопатка, постоянно сидит в этом. Колдунья, я бы даже сказала. Да, да, да. Мало того, что волосы светлые, сама светлая, из океана выходит. И как вообще, а как в Индонезии? Это удалось национальную сборную подготовить? Да, мы там, я трудилась там 2 года, и мы выступали на южно-азиатских играх, заняли третье место с командой. Кто победил вас? Сингапур. Вот Сингапур просто воды не боится. Ну, меньше. Да, у них очень маленькое государство, но они, конечно, все очень развиты. Там тоже работал тренер из Беларуси. У нас, кстати, команда из Беларуси тоже приезжает сейчас в Ригу. Ты работала с разными командами. Да, ну, во-первых, нужно немножко, наверное, пояснить для наших слушателей, что ты все-таки еще и педагог. У тебя своя школа. Да. То есть помимо того, что ты выступаешь, ты продолжаешь выступать? Ну, сейчас уже на таких каких-то мероприятиях в основном профессиональной нет. Профессиональную карьеру еще... Корпоративы, в бассейне, что мы любим. Типа того, новогодние елки, вот такие разные у нас мероприятия были. Сюда вот в Ригу приезжали. А школа в Риге? Школа в Риге. И в Риге, и в Подмосковье есть, и в Крыму у нас есть школа. То есть вот такая география обширная. То есть я видел, что ВКонтакте, там, сочинские какие-то были тоже мероприятия, там, по-моему, в Сочи, да? В Крыму. В Крыму, да? Да, сейчас Федерация в Крыму тоже развивается активно. То есть у меня такое большое, очень разнонаправленное спектр деятельности, но мне кажется, это здорово всегда приносить туда, где людям это действительно надо. Здесь вот мы все это сделали именно потому, что здесь нету, и у людей был интерес. То есть вообще что это, как это, синхронное плавание. Вот я подумала, ну как в Европе нету синхронного, ну вот в европейском государстве нету синхронного плавания. Вообще, на самом деле, я с Аней познакомилась как раз два года назад, когда она приехала сюда вот заниматься тем, что... Нет, позже. Позже, да? Это 2015 год был. Школа-то у нас с 17-го года. А, школа с 17-го, а познакомились мы в 15-м году. Ну вот, когда кто-то знает лучше, помнишь тот день, тот яркий солнечный день, эти лазурные воды в бассейн. Да, но тем не менее, ты как раз говорила о том, что хочешь вот свою школу организовать. Я еще подумала, господи, как здесь, а ты там, и вообще как это все организовать. И в итоге у тебя сколько времени заняло то, чтобы здесь два года получается? Ну да, где-то два года, это был процесс обсуждения, но мне главное было найти человека, который вот бы подхватил эту идею и как бы захотел именно развивать этот вид спорта. Это же нелегко, потому что, ну, когда ты не имеешь понятия вообще, что там под водой происходит, это же, может, всему надо научиться. У нас команда из Риги прошлым летом приезжала на сборы к нам в Подмосковье, то есть они все это смотрели, изучали, как это все происходит, ну, уже на профессиональном уровне. Вот, то есть, ну, вот такие люди нашлись, и как бы сразу мы ее спрятовали. Команда легко собралась, потому что, например, в России синхронное плавание – это, в принципе, национальный вид спорта, мне кажется, так же, как вот фигурное катание, то есть в него вкладывают, на него делают ставки, российские спортсмены достаточно высокие результаты показывают. У нас, например, это хоккей, допустим, да, потому что хоккеисты у нас просто заполонили всю планету, у них лед не выбить просто, они вот как только открывается лед, он сразу заполняется хоккеистами. Но то у нас тоже хоккей есть, и у нас тоже есть определенная борьба там и при заводе. Мы даже знаем, кто его тренирует в ваш хоккей. И за воду, и за все, и за лед тоже везде это есть, вот, но как-то вот стараемся, крутимся. Ну, вот здесь как легко оно было набрать или сложно, может быть, набрать группу, потому что у нас это, скажем, вообще не было такого вида спорта, вдруг он появляется? Люди достаточно активно отреагировали, как мне кажется, понятно, что сейчас там разношерстная команда, там многие спортсмены еще не понимают, там, нужно им это, не нужно, кто-то приходит, кто-то уходит. Но я считаю, что для двух лет это вполне нормальная вот как бы история. Потому что, как правило, чтобы в виду спорта так уже установиться и образовался в какой-то костях спортсменов, нужно, ну, лет пять, вот, чтобы уже было там одно поколение, которое тренируется, и вот уже второе поколение наборное, которое учится у первого поколения. И дальше вот с поколения к поколению, когда этот опыт передается, это уже вот полегче и как бы, ну, уже есть на кого ориентироваться. А первому набору всегда, конечно, очень тяжело. А прийти в любом возрасте можно? Можно мне прийти? Или уже все? Все уже? Я могу только в тренерской цепи? Ну, вообще до 12 лет сейчас набирают, вот, потому что уже после 12, ну, я говорю, начинается вот этот, во-первых, переходный возраст, и сложнее уже спортсменкам адаптироваться, там, освоить растяжку вот уже. Вот, как правило, до 12 лет, вот, сейчас вот здесь это нормальный этап. А когда профессиональный уже спорт, у нас уже с пяти лет начинают детей отбирать, вот, и уже 8 лет пришел, считаешься старым. Ну, к мужчинам это не относится, вы еще пока в дефиците. Мужчины вообще сейчас на таком коне, у нас многие родители, вот, приводят мальчиков 10-11 лет, они, ну, я спрашиваю, а почему, как бы, вот, вы хотите синхронное плавание, они говорят, а это самая короткая дорога к олимпийским играм. О, потому что меньше конкуренции, да? Потому что нет конкуренции, вот. Ой, у нас так в фигурном катании есть одиночный мужской спорт, у нас там, значит, 250 девочек и 3 мальчика, да, и вот эти 3 мальчика делят между собой места. И иногда еще бывает, знаешь, как они разного возраста, у них разная программа, разная подготовка, поэтому, например, бывает так, что, там, вот, там, в каком-нибудь, там, значит, соревновании, трехминутной программе побеждает, там, Геннадий Смирнов, и все. И у него вообще нет ни одного конкурента, он просто один выходит, становится на пьедестал. Сам собой. Сам собой потренировался, и у меня каждый раз дочь говорила, говорит, ну, это же честно, у меня здесь вот 18 стоит конкуренток, мы там грыземся за это первое место, а он как не откатает, все равно первое место. А вот, кстати, про конкуренцию, насколько вот это, ну, спорт жесткий, вот, вид выживания, насколько там дышат в спину конкуренты? В России огромная. Они не дышат, они под водой. В России огромная конкуренция просто, огромная, чтобы попасть в сборную, там, начиная с молодежной, ну, я даже не знаю, мне кажется, я даже затрудняюсь сказать, сколько человек на место, потому что, вы представляете, вся Россия, да, и в сборной всего 12 мест. То есть, это огромный класс. У нас на первенствах по возрасту по одному до 400-500 участников. Вот, например, 12-младших категорий 400-500 приезжают со всей России, и это со всей России, они уже отобраны, эти дети. Это уже лучше и больше. Да, это уже не все могут принять участие в первенстве России, далеко. Это уже отобраны, и дети в своих регионах приезжают на первенство России, их уже там 400-500 человек, и вот эти 400-500 человек, чтобы попасть в сборную России, понимаете, да, из этих количеств человек 12 только попадут. А они между собой очень конкурируют, вот, знаешь, до вредности. Вот, знаешь, это я тоню, да, то есть там ногу сломать, не знаю, купальник порезать, что там еще будет. Ну, это разные, наверное, там и девочки бывают, но я вижу, да, есть конфликты там, и могут и пнуть под водой, ну, так уже, когда там что-то, одну тренер ругает, а другая считает, что там она не виновата, ну, происходят всякие конфликты, но я, как правило, быстро это пресекаю, потому что, особенно в таком возрасте, это вообще абсолютно не надо. Ну, вот командный дух, вот, как он создается? Ведь это же тоже очень много зависит от того, что это понимают они друг друга, а не стремятся вместе быть или соревноваться друг с другом? Есть, как правило, лидер всегда в команде, и вот к ней уже там прислушиваются спортсменки. Поэтому, как вот лидер там поведет себя в плане уже, ну, каких-то наставлений, построения тренировочного процесса, потому что, на самом деле, тренер вот только 50%, я бы сказала, роль играет, вот именно вот в таких командных видах спорта очень много зависит от самих спортсменок. Потому что, ну, невозможно все одному тренеру вытянуть, у них вообще там в команде своя жизнь происходит. Они там и под водой что-то общаются, и как-то что-то у них там все свое вот это вот происходит, но я просто это знаю сама как спортсменка, идут какие-то обсуждения постоянно, там, перемигивания. Перемигивания под водой. Да и под водой, и на водой. И звук, надо еще раз звук повторить. Как я как раз стала снимать видео, повтори этот звук под водой, который вы... Ну, это невероятно, это прекрасно. Сколько часов времени вы проводите в воде, когда готовитесь к соревнованиям? Ой, ну, доходит вообще там до шести часов, но это уже на более профессиональном уровне. Но дети, как правило, три-четыре часа, они каждый день тренируются, вот такой возраст. А шесть часов у вас потом, ну, пальцев таких скукошек. Жабры вырастают, шеи вырастают. Ну, то есть, как дельфины вы уже научились разговаривать, да? Да, 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 все это постепенно уже становимся такими амфибиями. То есть, нужно постоянно быть в форме, получается, для детей. Это нужно заниматься отдельно или приводить на занятия? То есть, вот, ну, аренда бассейна, это же достаточно сложные, дорогие тоже вещи. Ну, да, вот, как Евгения рассказывала, конечно, у нас вот, как и лед, бассейн стоит достаточно больших денег. Вот, поэтому для развития профессионального спорта на любом уровне всегда требуется поддержка государства. Всегда это выделение, ну, такой, как мы называем, государственной или муниципальной воды, то есть, прикрепление уже вида, там, сборной к, там, спорткомитету, который уже непосредственно занимается, ну, помогает развивать этот вид спорта. Потому что, конечно, за счет, там, средств родителей или клуба это очень сложно. Нужно вот именно такой большой объем воды, а это основное в нашем виде спорта – нужна вода. Вот, и мало того, что ее нужно большое количество часов, еще нужна площадь большая, потому что у нас же не плавание, мы же не туда-сюда плаваем. У нас нужна вот именно эта акватория. Поэтому вот у нас разные там всякие схемы бывают. Мы иногда и с утрополистами там как-то совмещаемся, а не полбассейном и полбассейном. Да, очень хорошо у нас получается с прыжками в воду сотрудничать, потому что им нужен маленький кусочек, а нам второй кусочек. Ты так вот высунул голову, тебе мяч прилетел, да? Ну, вот как-то. Ну, вот так вот, да. Или там, девочки, расступитесь, вы так раз, кружочек туда, хоп, ныряющих, да? И как бы сотрудничаете. Да, да, ну а что, как-то надо, да. И поэтому многие тренеры находят выход уже из положения, чтобы максимально побольше потренироваться. А музыка? Музыка какая обычно для выступления? То есть есть ли здесь какие-то свои предпочтения? Там классическая поп-музыка, хит какой-нибудь? Ой, сейчас уже много всяких разных направлений, сейчас уже и хип-хоп используют, и рок даже у нас был. Рок? Да, Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, это дуэт из России, они выступали вот под такой, под рок, у них был дуэт такой. Вот, ну, интересно очень просмотрелся. Вот. Вот, но это зависит, на самом деле, от предпочтений тренеров, а сольные выступления – это больше предпочтение спортсменок, потому что многие выбирают такие лирические композиции со словами, вот, которые им нравятся, и под которые они могут там больше выразить себя. Ну, конечно, с тренером тоже согласовываюсь. Но ведь музыка, она может иметь вот какой-то чёткий ритм, вот если мы говорим про то, что вот отчитывается ритм, а есть какие-то, ну, музыкальные композиции, где рваный ритм, там, прерывающийся, сбитый. Вот это же, наверное, не уютно. Да, сложно. Просчитываем специально, у нас есть там, ну, вот мы просчитываем, когда там прерывается восьмибитный такт, когда начинается новая тема, то есть это отдельное время мы тратим на вот эту работу, просчитывая, сидим в зале, прохлопываем, да, чтобы они чувствовали обязательно вот этот ритм. И это, конечно, не с первой тренировки, требуется время, вот. Но когда уже спортсменки более опытные, они это чувствуют и могут даже сами тренеру помогать в чём-то. Но с малышами, конечно, приходится побольше работать в этом плане. Классическая музыка используется? Да, очень активно, очень активно. Ну, классика – это как беспроигрышный вариант, во-первых, она легко читается, и, во-вторых, ну, так на соревнованиях легко прослушивается очень. Вот как раз, когда вы готовите программу, где больше проводите время? На суше? На времени или в воде? Ну, нет, в воде, конечно, на суше только такая подготовительная часть, мы там какие-то элементы отрабатываем, у нас есть там, ну, когда включается музыка, мы называем это «сухая». Ну, мы тоже, фигурным катанием так же называются, когда на лёд не выходишь. Да, 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 и всё это на суше там просчитывается, отрабатывается, ну, максимум час-полтора, а всё остальное время в воде, конечно. А как ты отдыхаешь? Тоже к воде куда-то поближе? Я вот в Индонезии, когда жила, очень полюбила серфинг. Для меня это вот… Ну, то есть не вылезаешь на воду, я понимаю, да. Ну, вот я говорю, мне всё время жизнь куда-то обратно в воду. Да, и в серфинг. В воду отправляют, вот, и серфинг, конечно, для меня стал такой отдушный. И я вообще безумно влюбилась в океаны и поняла, что это вот, ну, для моего тела и для моей головы это самый лучший отдых. Потому что, ну, когда мы в бассейне, мы всё-таки, ну, это такая искусственная среда, да, вот, там можно, конечно, расслабить мышцы и вот это вот всё. А когда серфинг, получается, это живой океан, и с ним надо вот как ментально соединиться, чтобы вот это вот поймать волну, всё почувствовать. И когда вот это происходит… Как в кине. Да, вообще выходишь, пустая голова, отлично просто. А разница действительно, эти воды, вот, морской, океанской и в бассейне, она влияет, ну, то есть, вот, плотность, да, соль. Да, конечно, в море, ну, тело сразу поднимается над водой, всё выполнять легче. Вот, но у меня был опыт тоже выступлений и на море, да, и спортсменки мои выступали. Ну, классно бывают всякие разные шоу, там, у нас и с катерами были, когда стояли катера, там, с прожекторами, и вот в середине что-то выполняли. И приглашают на съёмку разных видеоклипов тоже в море. Ну, синхронный план, вообще, такой очень многоплановый вид спорта, вот, кстати, тоже для родителей информация. Мало того, что можно спортивно себя там воспитать и характер, и тело, это ещё можно как прикладное очень используется везде. То есть, синхронистки, они даже после окончания спортивной карьеры, они очень востребованы, потому что можно и выступать на разных шоу, мероприятиях, и там, вот, опять же, я говорю, на съёмки очень часто приглашают, и всякие съёмки купальников. То есть, вот это вот всё очень-очень так, всё время с нами. Я задам сейчас вопрос, который меня тревожит с 15-го года. Ну, все спортсмены, они, у них такая, знаешь, как профдеформация, да, условно, то есть, они уже настолько погружены в свой вид спорта, это сказывается на всём, и на мышлении, на образе жизни, на фигуре в том числе. Ты вообще как тростиночка, как ты плаваешь, где вот эти мышцы, где мускулистые руки, широкие плечи, как у пловцов. Так оно было. Нет, на самом деле, синхронное плавание, оно не развивает вот так именно вот этот плечевой корпус. У нас не так, как у пловцов, у нас меньше вот здесь всё развито, но было больше мышц, когда я выступала за сборную. А потом как-то всё раз-раз-раз сдувается, сдувается, сдувается. В общем, сдулась, Аня. Теперь она маленькая ходит. Ну, ты же, ну, и когда я с тобой познакомилась, ты ещё активно выступала, ну, в принципе, тоже такая очень стройная, очень худенькая, хотя, ну, на самом деле, я смотрю, например, на фигуристов, у них там такие попы такие, потому что они прыгают всё время, да, там бегуны, ну, понятно, да, то есть, это ноги всегда, а у пловцов что? У синхронистов, точнее. Ну, вот у синхронистов, мне кажется, это вообще наиболее гармоничный вид спорта, потому что очень всё гармонично развивается. Мало того, что мышцы, это понятно за счёт сопротивления в воде, но ещё растяжка, так мы постоянно это всё растягиваем. У нас, как у гимнастов, мышцы удлиняются, поэтому у нас нет такой вот части тела, которая прям особенно там даёт знать, что вот это вот синхронистка. Зато вы идёте в рост все. Да, многие девочки вытягиваются, вот, но у нас нет, кстати, привязки обязательно, что синхронистка должна быть высокой. То есть, у нас есть и маленькие, и высокие, то есть вот точно. А что делать с ногами? Они же все разного размера, а вам нужно синхронизировать, а только один короткий, другие длинные, и забор такой странный. Подниматься уровень над водой, вот, то есть если у кого-то поменьше, то ей надо больше подниматься над водой. То есть у кого ноги короткие, должен до плечей высунуться, да? У кого ноги длинные, может по колено ноги достать, да? И им легче тогда? Да, им легче, высоким всегда, и длинноногим им всегда легче. Опять, опять же здесь, просто высоким, длинноногим, стройным им опять легче. Им вообще по жизни легче. Им вообще по жизни легче, что не только в синхронном плавании, опять маленькие где-то на обочине остались, что поделаешь. Но зато можно вытянуться, да, если вовремя отдать, маленькая может стать чуть-чуть выше, чем могла бы быть генетически, она может выше, хотя ты, в принципе, не проверишь, но если, например, родители невысокого роста, соответственно, ребёнок, ну, скорее всего, тоже будет там среднего роста Фигурное, простите, синхронное плавание, но вытягивает чуть-чуть Ну, мне кажется, да, мне кажется, вытягивает спортсменки именно за счёт вот этого растяжения мышц, потому что мы постоянно тянемся, и растяжка, она, конечно, даёт вот этот эффект А из какого вида спорта лучше приходить? Ну, то есть, вот, если ребёнок уже чем-то занимался в синхронное плавание Очень много приходят нас из гимнастики, из художественной, и приходят из плавания, вот, вот эти вот два вида спорта совмещаются, и, как правило, из плавания приходят те, кому просто неинтересно, потому что, ну, плавание тоже не для всех вид спорта, такой цикличный, туда-сюда плавать, вот, а из гимнастики, ну, потому что растяжка есть, уже как бы меньше на дна это тратить Нам нужно заканчивать, у нас уже подходит потихонечку время к концу эфира, поэтому мы сразу ещё раз расскажем, что будет завтра Завтра будут выступать сборные юношеские из разных стран, они будут выступать в бассейне Кейзер, в Межипарке, вход бесплатный, завтра выходной Погода плохая, погода плохая, а там всё в закрытом помещении, поэтому, если думали, куда пойти, куда податься, то, наверное, имеет смысл прийти и просто даже посмотреть самим, восхититься Потому что фантастический вид спорта, я видела его вживую, и я каждый раз восхищаюсь, и показать детям вообще, чем занимаются другие дети, помимо там вот каких-то классических видов спорта Вот это всё-таки для нас ещё экзотика, для Латвии, у нас это всё-таки только-только начинает А приедут, я понимаю, ну действительно уже команды из разных совершенно стран, да? Да, из разных, вот, и российские команды, они как законодательницы мод, поэтому есть на что посмотреть точно Ну что же, спасибо большое, пятикратный чемпион мира по синхронному плаванию, организатор соревнований вот как раз в Риге Анна Насекина сегодня у нас была в личном утре Субтитры создавал DimaTorzok